Горы снега и льда на дорогах и тротуарах. Ситуация во дворах Ульяновской области в эти снежные дни оставляет желать лучшего. Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Алексей Русских подверг жесткой критике работу городских чиновников и управляющих компаний. Совещание нужно начинать в 7 утра. Больше всего жалоб ульяновцев прозвучало на работу управляющих компаний. Жители региона со всех уголков города и области пишут в соцсети губернатора о том, что во дворах домов много снега. А парковки и тротуары чистят некачественно. Очень много жалоб поступает. И мне напрямую пишут. Я прям хочу поделиться. Алексей Юрьевич, ситуация очень печальная в Верючевке. Здесь вроде как и проходит какой-то трактор, но у него нет отвала и его работа просто бесполезна. Он делает таншеи, которые при малейшем ветре просто засыпают. И проехать можно только на серьезном внедорожнике. Жители сел напрямую сообщают губернатору, что из-за снегопада многие оказались почти в полной блокаде. В чрезвычайных ситуациях в некоторые деревни не смогут проехать ни скорая помощь, ни пожарные. Городские жители жалуются на отсутствие тротуаров, которые почти полностью скрылись подо льдом и снегом. Глава региона пообещал, что за такую работу чиновники могут лишиться своих рабочих мест. Так, коллеги, если мы так будем с вами работать, то никто на своем рабочем месте долго не поработает. Я сегодня с утра ехал на работу, несколько дворов специально приехал. Мало где почищено, в основном все завалы. Вы все это прекрасно понимаете. Алексей Владимирович, давай уже, надо серьезно за дело браться. У нас что с техникой, сколько сегодня работает? Так, Алексей Юрьевич, если говорить по управляющим компаниям, то сегодня в 9 утра мы провели общий городской штаб с основными управляющими компаниями. На сегодня у нас работают... В 9 утра это очень поздно. Проводить надо, как на любой нормальной стройке, которую действительно хотим в обмяне построить. Не позднее 7 утра. Чтобы в 7.30 уже все начинали работать. А 9 это значит, что не спеша встали, проснулись, позавтракали, не спеша на совещание. Это они выйдут, в лучшем случае, в 12. Такая работа не годится. По словам руководителя агентства государственного строительного и жилищного контроля, за работой управляющих компаний ведется постоянный контроль. Контроль постоянно осуществляется в отношении управляющих компаний. По поводу уборки территорий работает горячая линия, она работает и в выходные дни. Поэтому на сайте агентства государственного строительного и жилищного надзора все телефоны указаны. Ежедневно, включая выходные дни, принимаются звонки. Тут же вся информация отправляется в управляющие компании на исполнение. И, естественно, после того, как информация передана, контролируется исполнение уборки территорий. Как сообщил руководитель областного министерства транспорта, ситуация на региональных дорогах постепенно приходит в норму и налаживается. Вчера в связи с неблагоприятными погодными условиями мы закрывали региональные и межмуниципальные дороги, а также часть федеральных дорог. С 11 часов дня до 18.30 действовало ограничение на передвижение грузового транспорта и пассажирского автомобильного транспорта на территории города Урьяновской области. В день на дорогах областных работало порядка 450 единиц техники. На сегодняшний день работа по расчистке дорог, улиц и дворов от снега продолжается. Вся спецтехника переведена на круглосуточный режим работы. Все областные дороги открыты. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Губернатор Алексей Русских держит ситуацию на личном контроле.